Здравствуйте, с вами Владислав Ласов, в эфире Енисей новости, главная тема выпуска. Полсотни локаций и большая прогулка по миру. Красноярцы с размахом отметили день города. Как это было? Жара под 30 накроет почти все районы края. Как долго продержится такая погода? В Красноярске началась продажа бумажных билетов на универсиаду. Где их можно купить? Итак, Красноярск с размахом отметил 390-летие. В день города тысячи человек пришли на главную улицу. С самого утра на проспекте Мира работали десятки самых разных площадок. За всем происходящим наблюдала моя коллега Алина Штоколова. Она поделится впечатлениями. Это Енисей! Это Красноярск! Это день города! Вот такие они наши без 10-400. Яркие, задорные и очень веселые. Настоящая добрая сказка. Следую за белым кроликом, говорят гостям на одной из площадок. И взрослые, и дети с удовольствием примеряют на себя роль Алисы в Стране Чудес. А где-то рядом бежит за своими подданными Красная Королева. Да-да, такое тоже бывает. Ее величество не задерживается. Она немножечко опоздала. А вот и еще одно завораживающее действие, которое приводит в восторг и взрослых, и ребятню. Мыльные пузыри, которые можно лопать и лопать. И пищать от удовольствия. Вот здесь, правда, круто, потому что вот здесь мыльные пузыри, и они вот так большие. С немейшим восторгом истепенные взрослые прыгают через огромную скакалку. Но разве это не здорово вспомнить школьные годы, когда на каждой перемене то же самое происходило в коридорах, а потом и во дворах. Десятки лет прошли, а навык не потерян. Давно у нас в скакалочки не прыгали? С лет 16 точно. Очень понравилось. Хорошее мероприятие. Центр давно не выбирался, что здесь, в принципе, не пройти, не проехать. Это оказывается столько нового, столько интересного. Очень хорошо. Нового действительно очень много. Тут огромное количество детских локаций. Хочешь прыгай, хочешь ползай, хочешь рисуй. Да и бабушкам малышей тоже было где попрыгать. Фитнес-клуб на свежем воздухе в самом центре города. Будьте в порядке! А еще можно было на 5 минут стать телезвездой. На площадке нашего телеканала любой желающий мог рассказать о погоде. Для этого специально привезли настоящий студийный суфлер. Интересно, что даже взрослые и серьезные мужчины с удовольствием вставали перед камерой. Кстати, у них отлично получилось. Сегодня в день рождения Красноярска в городе ожидается ясная солнечная погода. Плюс 28-30. Поздравляю красноярцев с сегодняшним праздником, днем города. Ну и хорошо было, нормально. А еще сегодня можно было порисовать, чем бы вы думали, скотчем. Огромное полотно полностью заняли красочные творения красноярцев. Удовольствие получили и любители живой музыки. Для десятка городских коллективов Проспект Мира стал концертной площадкой с благодарными слушателями. Музыка потрясающая, особенно вот этот ансамбль просто отправляет. Наши друзья за границей уже все на прямом эфире. И лайкают, лайкают, лайкают. У нас есть таланты в Сибири, это радует. Поздравить Красноярску с днем рождения пришли и временно исполняющий обязанности губернатора края Александр Ус и помощник президента России Игорь Левитин. Они с удовольствием прошли по центральной улице города, посмотрели локации и, конечно, пообщались с горожанами. На проспекте Мира, который сегодня стал пешеходным, раскинулись больше 50 различных площадок. Так что скучать было запрещено. Да и просто некогда. Везде можно было найти занятия по душе. Если большинство праздничных локаций временные, то вот этот подарок красноярцам ко дню города останется с нами на долгие годы. Так что вновь ощутиться в детстве можно будет в любое время, причем в самом центре города. Алина Штоколов, Алексей Гусев, Енисей, новости. Настоящий сюрприз в эти выходные преподнесла погода, причем не только жителям Красноярска. Жара установилась и на востоке, и на юге края. Самыми теплыми днями станут воскресенье и понедельник. Столбики термометров подберутся к 30-ти градусной отметке. Афганские вовсе ее перешагнут. Там обещают плюс 31, плюс 32. И это за неделю до осени. Температура начнет понижаться со вторника. В четверг воздух в краевой столице прогреется всего до плюс 23 градусов. Прохладно и пасмурно будет и 1 сентября. В День знаний синоптики обещают всего плюс 17. Но пока это только предварительные прогнозы. Праздник праздником. А работа по благоустройству столицы края не прекращалась даже в День города. Первые лица Красноярска и края посетили не только торжественное мероприятие, но и провели сразу два выездных совещания. Проверили ход ремонта дорог на взлетке и оценили новый облик площади революции. Вместе с ними это сделала и наш корреспондент Мария Антюшева. Главную площадь города невозможно узнать. По всему периметру в легкой тени висят качели. Кое-где перед ними даже выстраивается очередь из желающих покачаться. Конструкции расположены так, чтобы не мешать прохожим гулять по аллеям. Если честно, в восторге. Я просто пришла без особых ожиданий. И до этого, несмотря на то, что была несколько раз в центре, вообще не замечала, что здесь что-то происходит. И сегодня пришла и просто, как будто в другом городе оказалось, все такое крутое, не знаю, эти цветы, качели, то, что там все с детьми играют, пуфики двигаются. Вообще все так классно, я прям вообще в восторге. Раньше на этом месте была парковка, теперь площадка с навесом и гамаками. Для детей они будто аттракционы, да и взрослые не прочь отдохнуть. Деревянная ротонда такая уютная, что никому не хочется уходить. В зоне отдыха стоят десятки вот таких вот деревянных ромбиков. Каждый может подвинуть их, как ему хочется, и создать свою собственную лавочку любой формы. Авторы проекта считают, что когда человек может вносить в какое-то место изменения, то он начинает считать его более родным и относиться к нему бережнее. Всего здесь больше 200 предметов новой уличной мебели, и горожане уже оценили ее по достоинству. А вместе с ними свою оценку дали помощник президента России Игорь Левитин, временно исполняющий обязанности губернатора края Александра Рус и глава Красноярска Сергей Еремин. Они изучили проект дальнейшего развития площади. К зиме здесь появятся каток и теплые павильоны. А это уже улица Молокова. Она входит в проект «Безопасные и качественные дороги». Как и на всех объектах программы, здесь меняют асфальт, брусчатку и бортовой камень, создают доступную среду для маломобильных горожан, занижают бордюры и делают удобные съезды для колясок. Два миллиарда рублей, миллиард девятьсот, которые выделены, и то, что Красноярск успевает их расходовать, это очень хорошо, потому что не все субъекты Российской Федерации вовремя успевают расходовать эти средства. И задействовано около полутора тысяч человек. Это рабочие места, которые появляются вслед за программой. По словам главы Красноярска, в городе учли ошибки прошлого года и не только начали ремонт на несколько месяцев раньше, в начале апреля, но и подрядчиков выбрали самых надежных. А это организация, которая обладает сегодня и асфальтобетонными заводами, и лабораториями, и технологиями, и современной техникой, которая работает на дорогах. И, конечно же, самое главное, чтобы рабочие, те, кто работает на дорогах, они просто-напросто набивали руку уже по современным, как мы говорим, столичным стандартам. Мы видим проблемы, мы не стремимся всё, знаете, рисовать здесь в каких-то радужных красках. Так, между собой мы там делали некоторые оценки и качества мебели, которая есть, и, может, где-то качество укладки плитки. Но всё это вполне, во-первых, поправимо, ну а во-вторых, всё-таки это радикально отличается от того качества и тех темпов, которые были раньше. В этом году в федеральную программу в Красноярске вошли 157 километров дорог. Это 15% всей уличной сети города. Причём работа по ним выполнена уже на 80%. Мария Антюшева, Денис Тимошенко, Енисей, Новости. Необыкновенное светомузыкальное шоу. На коммунальном мосту впервые включили новую иллюминацию. За происходящим наблюдали тысячи горожан. В течение получаса им продемонстрировали семь режимов подсветки. Один из них повседневный и шесть праздничных. Чтобы создать особую атмосферу, на сцене прямо на набережной играл Красноярский духовой оркестр. Причём для каждого из световых рисунков была подобрана своя мелодия. Уникальная эта презентация ещё и потому, что всего за полчаса красноярцы могли наблюдать подряд все варианты новой иллюминации. Ну очень классно всё. И очень здорово, что так меняется город. Ну когда-то всё в универсиаде, да. Потрясающе. Потому что это для нас делает это очень симпатично и приятно. Спасибо. 14 новых пожарных машин получили городские гарнизоны спасателей. По две единицы спецтехники направили в каждый район Красноярска. Торжественная церемония передачи ключей и сертификатов состоялась на мемориале победы. Автомобили оснащены всем необходимым для тушения огня. Мощные водяные насосы, защитные костюмы, баллоны с кислородом, инструменты для разбора завалов. В планах дополнительно расширить парк машин перед зимней универсиадой 2019. Не заканчивается этим работа наша. Это третья часть того, что мы планировали получить и ввести в строй. Думаю, к тестовым соревнованиям мы получим дополнительную технику. А эту технику, соответственно, введём в боевой расчёт. Та, которая придёт второй партии, мы её, соответственно, к самой универсиаде подготовим. Мы тоже испытаем, потренируемся на ней, и она будет готова в полном объёме к универсиаде. Кстати, билеты на соревнования универсиады теперь можно купить не только в электронном виде, но и в привычном бумажном. В здании краевой филармонии открылись первые специализированные кассы. Уже сейчас можно приобрести зрительский пропуск на биатлон, горные лыжи, хоккей с шайбой и мечом, кёрлинг, сноуборд и фигурное катание. А осенью желающие смогут купить билеты на церемонию открытия-закрытия студенческих игр. Напомню, онлайн-продажа началась этой весной, 2 марта, ровно за год до начала соревнований. По подсчётам специалистов, продано уже более 14 тысяч билетов. Цена на них варьируется от 200 рублей до нескольких тысяч. Самым большим спросом пользуются состязания по хоккею, шорт-треку, сноуборду, кёрлингу и биатлону. Когда полные трибуны поддерживают, создают атмосферу, это гораздо приятнее выступать. И результаты будут выше, зрелищные. Все заинтересованы в этом, зрители и спортсмены. Поэтому я рекомендую, приглашаю всех красноярцев покупать билеты. И ещё один праздник отметили красноярцы – яблочный спас. Шестой год подряд на площади у храма Рождества Христова разворачиваются народные гуляния, участие в которых принимают тысячи горожан. А фермеры со всего края представляют свою продукцию. Овощи, свежего урожая, мёд, свежую выпечку и, конечно же, яблоки. У нас и яблочные корзины, и корзины овощные, то есть дары осени. Вот что осень нам послала, там и каркошечка, и кабачки, и морковочка, и свекла. То есть всё, что делали. И даже арбуз вырос. Одним из центральных событий стало освящение хлеба и нового урожая яблок. Церковный обряд провёл митрополит Красноярский Иоанчицкий Пантелеимон. А временно исполняющий обязанности губернатор Александр Ус поздравил всех собравшихся с праздником. Поздравлю вас с этим интересным, замечательным праздником, в основе которых лежит и православная вера, но праздник этот ещё и наполнен глубокими земледельческими и народными традициями. Наша с вами сибирская земля открывает свою душу, открывает своё сердце и щедрость тем, кто живёт с верой в душе, с добром, и трудится на этой земле с полным усердием и отдаёт себя ей. И это вся информация выпуска о своей новости. Вы можете сообщать нам по телефону 236-0136, а также на нашем сайте enisei.tv и в социальных сетях. С вами был Владислав Ласов. Я желаю здоровья вам и вашим близким. До встречи!